Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа Люберцы. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пришлось вернуть пандемийный формат встречи. Вопросы главе поступали по телефону прямого эфира и через социальные сети. Подробности в сюжете Луиза Егезарян. Пишут год назад, это Семен Владимирович Петров, год назад наша семья-то переболела коронавирусом. Плюс ко всему у меня есть медицинский отвод по показаниям от привык от коронавируса. Будет мне выдан QR-код и могу ли я предшествовать в учреждении МКЦ, парки, магазины и прочее? Нет. Если вы год назад переболели, то это не мешает вакцинироваться. Если у вас есть противопоказания, значит вам надо оставаться дома. Вот такая ситуация сегодня пока. Ситуация неутешительна и по количеству зараженных, и по симптоматике болезней. Из-за нового всплеска коронавируса в округе экстренно оборудуют ковидный госпиталь на базе ФОКа. Об этом Владимир Ужицкий говорил в начале встречи с жителями. Сегодня все работы завершены. Сегодня в ночь наши медики начинают расстановку оборудования. В течение двух-трех дней он начнет работать и принимать больных. Вновь стал актуальным вопрос дезинфекции подъезда. В жители Октябрьского просят усилить контроль за работой управляющих компаний в этом направлении. Этот вопрос относится ко всем управляющим компаниям. Эту работу, понятно, что она всем надоела. Ее надо возобновить. Обратили внимание и на содержание территории. Несколько вопросов коснулось благоустройства поселка Томилино. Кроме того, жители затронули темы, связанные с работой общественного транспорта и состоянием дорог. Тротуарная дорожка вдоль улицы 8 марта от остановки улицы Шевлякова в сторону станции Ухтовская до домов 43 и 43 А. Считал Сергей Павлович, ему поручение. Он этот данный вопрос отработает и вас тоже найдет. Поручение по итогам встречи получили также сотрудники управления ЖКХ и торговли. И выполнение пожеланий жителей глава округа взял под личный контроль.